Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я хотел бы рассказать вам о фильме американского режиссера Брюса Берисфорда, который был снят в 1999 году совместными усилиями трех стран – это США, Германия и Канада. Фильм имеет звучное громкое название «Двойной просчет». В главных ролях в этом фильме снялись также знаменитые, известные американские актеры Эшки Джуд, Томми Ли Джонс, Брюс Гринбуд. Очень коротко забегая вперед, хочу сказать, что рекомендую этот фильм к просмотру. Не буду давать ему какую-то рейтинговую оценку и так далее. Рекомендую особенно молодым людям, ну, конечно, старше 16 лет, да, возможно, и до 16. Рекомендую людям, стоящим на пороге вступления в семейную жизнь, на пороге каких-то серьезных отношений, либо людям, уже состоящим в браке, молодым семьям, там и так далее. В чем суть картины? Очень коротко. Там показана жизнь, жизнь и такой образ жизни молодой семейной пары и всего их окружения с достатком выше среднего по американским меркам. Почему я делаю такой вывод, что достаток выше среднего? Потому что у них есть яхта, скорее всего, они проживают на берегу Атлантики, Атлантического океана, либо в одном из штатов, близких к побережью Атлантики. Они берут яхту и отправляются в путешествие, в небольшое короткое путешествие, может быть, на один-два дня, в котором происходят события, из-за которых главная героиня наша, Элизабет Либби Парсенс, которая сыграла Эшли Джуд, она попадает в тюрьму на долгих шесть лет. Это только в тюрьму на шесть лет она попадает, а потом еще, значит, ей предстоит отбывать какое-то наказание в виде определенных работ и проживания в определенном месте, в том, где ей укажут. В общем-то, какие события там происходят? Ну вот они вдвоем с мужем находятся на яхте, и она просыпается, просыпается. Вся измазанная в крови в каком-то, в калате непонятном. Он весь в крови, на полу везде кровь, везде осколки каких-то битой посуды, стекла и так далее. Мужа нет, она полностью не понимает, что происходит вообще. То есть режиссер рисует картину такую, попадание из одной реальности в другую, причем очень резко. Ну и происходит расследование, вмешивается полиция в этот процесс. Вот они расследуют, куда же пропал ее супруг, и что вообще произошло. Она, соответственно, наша героиня утверждает, что она невиновна, она к этому не причастна, она абсолютно не поймет, в чем дело вообще. Вот. И в то же время каких-то следов, следов каких-то они найти не могут, в общем-то, не могут тоже понять, что произошло. Вот. Но факт остается фактом. Наша женщина-героиня, наша Эшли, Элизабет Либби, она, значит, последняя, кто видел своего супруга, это раз. И второе, все имущество, весь их бизнес застракован таким образом, что в случае гибели, потери, исчезновения ее супруга, она получает 2 миллиона долларов. И это может быть являться мотивом, по мнению власти Соединенных Штатов. Вот. Поэтому, поэтому наша героиня попадает в тюрьму, отбывает срок, и по мере прохождения определенного времени она узнает о том, что ее супруг совершенно случайно там это происходит, в общем-то. Но это надо смотреть картину. Я вам очень коротко сейчас рассказываю. Она узнает, что ее супруг сожительствует, современным языком выражаясь, с ее подругой, причем, по всей видимости, он изменил имя, фамилию и так далее. Они переехали совершенно в другой штат, а в Соединенных Штатах там можно так сказать, что каждый штат это как государство, в общем-то, со своей законодательной базой, со своими какими-то культурными особенностями, и так далее, и так далее. Культурными, географическими, всякими другими особенностями, религиозными в том числе. Вот. Переезжают в другой штат совершенно, и, в общем-то, пропадают из поля видимости. Более того, они забирают еще ребенка, ребенка, общего ребенка, вот нашей героини, героя Ника. Вот. Ну, соответственно, когда она выходит из тюрьмы, она начинает собственное расследование, во-первых, во-вторых, она хочет найти своего сына, который уже повзрослел, и так далее. И вот здесь уже высвечивается такая картина, что, оказывается, наш дорогой, любимый, главный герой, Эшли, Томми Ли Джонс, который, тот ник, 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 по фильму. Он это все инсценировал, всю эту картину своего убийства, и так далее. Он жив, здоров, у него бизнес, он процветает, он меняет партнерш, и так далее. Даже он организовал там конкурс невест какой-то, точнее так, конкурс, на котором невесты выкупают его. В общем, он очень хитрый обольститель, который все это организовал, упрятал свою жену за решетку, получил за это 2 миллиона долларов, на эти деньги шикарно жил, воспитывал ребенка, которого отдал в частную школу, там пансионат, вот, сожительствовал одно время с ее подругой, потом эту подругу он просто ликвидировал, организовал катастрофу, и преспокойно еще раз поменял фамилию, имя, переехал еще раз в другой штат, совершенно, и преспокойно жил, занимался бизнесом и так далее. Вот, но в Соединенных Штатах есть такая законодательная норма, согласно которой, если ты совершил преступление, отсидел, точнее так, отсидел за преступление, которое ты не совершал, и выйдет, ты его совершаешь, то второй раз тебя за него судить не могут. То есть, допустим, вот эта женщина, она реально не убивала своего супруга, но она за это преступление понесла наказание, она отсидела за него. И вот повторно, за это же преступление, ее судить не могут. И наша героиня с такой мыслью жила долгое время, возможно, ей эта мысль помогла, вот, относительно того, что она понимала уже, находясь в тюрьме, что ее предали, что ее подставили и так далее. Она планировала выйти из тюрьмы и просто пристрелить своего супруга, потому что он являлся главным исполнителем, вдохновителем, там и так далее, организатором всего этого преступления. Вот, пристрелить его на глазах у всех, и при этом она бы не несла никакого наказания. Вот это, если очень коротко о сюжете этого фильма, там еще есть ряд персонажей, которые введены режиссером, в частности, офицер, офицер криминальной полиции, вроде так он называется, когда она выходит из тюрьмы, он должен заниматься надзором за соблюдением законности, что ли. Вот этот офицер, он тоже является одним из героев данной картины, которая идет по следу, и он вначале сомневается в правдивости слов нашей главной героини, Липби. Вот, а потом, потом понимает, что она права, и что действительно она отсидела в такой громадный срок, не будучи виновной абсолютно. Он принимает ее сторону, и в итоге, в общем-то, зло наказано, и справедливость восторжествует. Вот, рекомендую вам просмотру этот фильм, оценку данного жанра я ставить не буду, просто так получилось, что была возможность у меня посмотреть его, и поэтому я вот сделал некий обзор данного фильма. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте смотреть канал, до новых встреч!